МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. В республике растет заболеваемость свиным гриппом. Вирус подхватили уже более 30 человек. Морозы ослабеют только в феврале, а январь стал самым холодным за последние 4 года. Щедрый счет за тепло. Абаканская ТЭЦ предупреждает о возросших затратах на теплоснабжение столицы. Льготы по оплате за капремонт будут. Минстрой Хакасии публично заявил об этом на минувшей сессии Верховного Совета. Культурная жизнь бьет ключом. В Абакане торжественно открыли год кино, а республиканские музейщики подготовили выставку. Дань памяти выдающимся деятелям Хакасии. Распространение вируса H1N1 или свиного гриппа стало одной из главных тем этой недели. С прошлых выходных, когда заболел первый ребенок, число заразившихся уже превысило 30 человек. На карантин закрытый ряд школ и детсадов. Ситуация сложная по всей стране. Но медики Хакасии вслед за федеральными коллегами уверяют, что вспышки вируса готовы. Свиной грипп захватывает все новые территории в Хакасии. Еще в начале недели было известно о четырех случаях заражения лишь в Черногорске. В четверг в этот тревожный список попали Абакан, Саиногорска и Шира, в которых заболело 10 детей и 9 взрослых. Из них одна беременная женщина. А в пятницу цифра выросла до 30 человек. Мы, видя нарастание ситуации, ввели ежедневный мониторинг. Поэтому к концу текущей недели, а не обычно в понедельник следующий, это будет четверг или пятница, мы будем знать, превысили ли мы пороговые показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ в республике, для того, чтобы определиться с объемом необходимых профилактических мероприятий. Сложная ситуация сложилась и в Ширинском районе. Там больше всего заболевших сезонным гриппом и ОРВИ. На карантин закрыты детские сады в Шира и Борце, а также школа в Целинном. Что касается других муниципалитетов, то в пятницу приостановлена работа детсадов Орджоникидзовского, Бейского, Усть-Абаканского районов. Во все города и районы эпидемиологи направили предложение и о других ограничительных мероприятиях. Будем рассматривать необходимость введения широкомасштабных ограничительных мероприятий в отношении муниципальных образований или в отношении всей республики в целом. Медики Хакаси уверяют, к вспышке свиного гриппа готовы. В стационарах есть противовирусный запас 120%. По всей республике в больницах зарезервировано 665 коек. А наблюдать пациентов на дому будут не только участковые врачи, но и студенты лечебного факультета ХГУ. Также в городских поликлиниках людей с температурой примут кабинеты неотложной помощи. Для взрослых они работают с 8 утра до 8 вечера. Для детей до 6 часов. Минздрав рапортует готов к любому развитию ситуации. На сегодняшний день реанимационные отделения у нас готовы в больших многопрофильных больницах города Бакан, Саиногорск и Черногорск. Потому что там приобретены в рамках модернизации программы мы приобретали именно реанимационное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, такие, какие нам нужно для такой категории граждан. В школах и детских садах стало меньше детей еще и потому, что на конец месяца пришелся пик морозов. Во второй половине недели ночью температура опускалась до 40 градусов мороза. Причем не только на севере республики, но и в ее столице. Виной всему обширный антициклон. Он не дает проникнуть на территорию Хакасии другим воздушным массам. Отсюда и сильные морозы. Хотя севернее, в Красноярске теплее на 10 градусов. По прогнозам гидромедцентра, холода в республике продержится до 2 февраля. Дневная температура будет находиться в пределах 20-25, а в отдельных районах в 15. Таким образом, этот месяц стал самым холодным за последние 4 года. Предыдущие зимы радовали непривычным теплом. И мы успели отвыкнуть от того климата, который на юге Сибири считается нормой. Тем временем на Абаканской ТЭЦ предупреждают. Горожанам придется раскошелиться за тепло. Средняя температура за январь составила ниже 20 градусов. Поэтому топить пришлось практически на треть больше обычного. Тепло в домах – это хорошо. Однако иногда усердие энергетиков оборачивается кипятком в кране с горячей водой и духотой в комнатах. О чем больше думает монополист? О комфорте горожан или собственном кошельке мы попытались разобраться в этом вопросе. Кипяток в кране – верная примета зимы. Абаканская ТЭЦ не жалеет угля, чтобы согреть воду и отопить весь город. Правда, при получении квитанции по квартплате такое благо уже не кажется совсем обоснованным. Более 10 заявлений от абаканцев поступило в жилищную инспекцию на обжигающую воду и излишний перетоп в квартирах. Однако в ТЭЦ уверяют – с их стороны нарушений нет. После того, как монополиста улечили в завышении температуры теплоносителя, на станции теперь строго выдерживают график, согласованный с администрацией города. Если в кране кипяток – все вопросы к управляющей компании. Проблема с горячим водоснабжением существует только в тех домах, где отсутствует так называемое устройство – это терморегулятор. Проблема – это управляющие компании. На них воздействие вот на эти терморегуляторы источник теплоты и сетевая компания сделать не может. Почему? Потому что подается одна и та же температура с источника, и уже регулировка производится непосредственно на доме. Госжилинспекции подтверждают – за все, что происходит в доме, ответственна управляющая компания. Это она должна уметь регулировать системы так, чтобы вода в кране была максимум 70 градусов, а жар в батареях не создавал в квартирах духоту. Как раз для этого и устанавливают терморегуляторы, которые при необходимости снижают температуру горячей воды. Так и в квартирах комфортно, и потребитель не платит лишнего. Но сейчас они есть не везде. Сейчас вот, которые дома вновь вводятся в эксплуатацию, там уже в проектном решении проектировщики это все закладывают. И у них такие вопросы, они не возникают, и минимальные претензии к управляющим компаниям. А данные вопросы в основном в домах, которые уже эксплуатировались порядка 20-30 лет. Но установить в каждом доме требуемый терморегулятор пока невозможно, а крайним в этой ситуации остается потребитель. Это он вынужден платить за несовершенство существующей системы. Тем не менее, поставщика тепла обещает проконтролировать Общероссийский народный фронт. Именно его активисты в конце прошлого года устроили публичный разнос абаканской ТЭЦ за излишний перетоп. «Чем больше они будут давать тепла, тем больше они возьмут денег с населения нашей республики, с города Абакана. Противопоставляем, постоянно проводим контроль температуры воды горячей, которая подается в теплосистему, и давление, чтобы оно не было избыточным». У владельцев квартир есть выход. Не ждать у моря погоды, когда власти сумеют разобраться с монополистами и коммунальщиками, а самим взять контроль над ситуацией. Жильцы дома могут скинуться на терморегулятор, стоимость которого окупится за несколько лет. Однако рассчитывать на такой сценарий пока не приходится. Ведь даже за осенний перетоп абаканская ТЭЦ так и не вернула никому денег, потому что никто не подал заявление. Марина Конодакова, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. Портплата подорожает и потому, что вырос сбор за капремонт на 11%. Обоснованность тарифа на этой неделе объяснял министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков, который отчитывался перед депутатами на сессии Верховного Совета в рамках правительственного часа, посвященного капремонту. Предыдущий сбор устанавливался еще в 2013 году, когда цены были совершенно другие. И то, что на собранные средства удалось провести первый капремонт в условиях подорожавших стройматериалов, бензина и других товаров, министр считает явным достижением. Кстати, повысить сбор министерство хотело совсем не на 11%, а гораздо больше, но последнее слово было за главой республики. Причем мы изначально предлагали повысить более значительно, чем 11%. Но Виктор Михайлович, так скажем, своей волей сказал, что это должно быть только на уровне инфляции в Российской Федерации. Соответственно, инфляция за 11 месяцев прошлого года составила как раз эту сумму 11,2%. Напомню, с нового года плата за капремонт в домах с лифтами 5 рублей 78 копеек за квадратный метр. В домах без лифтов 5 рублей 34 копейки. Для сельских территорий тариф составит 3,34. Вместе с тем, пожилые люди старше 70-75 лет, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на снижение платы или даже на ее полное отсутствие. Предоставление льготы сейчас прорабатывают Минстрой и Минфин. Ее размер зависит от возможности бюджета. И еще о новостях сессии Верховного Совета. Депутаты попросили у федеральных властей денег на оснащение нового хирургического корпуса Республиканской больницы и поддержали прокуратуру в борьбе с тонировкой. Обо всем по порядку далее. Новый хирургический корпус Республиканской больницы впечатляет размахом. В его строительство уже вложено 1,4 млрд рублей. Но еще больше нужно потратить, чтобы корпус был полностью готов к работе. Покупка оборудования первоначально оценивалась в 1,8 млрд. После падения курса рубля сумма стала еще выше. Так что власти пересмотрели свои запросы до 1,2 млрд. У Республики есть лишь четвертая часть от этого. Остальное она надеется получить у Москвы. Мы сегодня обращаемся к правительству Российской Федерации в лице председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева по выделению дополнительных средств в размере 880 млн. рублей. Но хочу сказать, что правительство Республики Хакасия неоднократно обращалось уже на уровень Федерации. Если в федеральном Кабмине вопрос не будут затягивать, то уже во второй половине года хирургический корпус должен заработать. Не вызвал споров у депутатов и очередной порыв прокуратуры в борьбе с нарушителями на дорогах, а точнее с производителями тонировки. Прокурор Денис Попов первым обратил внимание на то, что ответственность за нарушения должны нести не только водители, но и владельцы СТО, где можно нанести покрытие на стекла. В целом прокуратура предлагает увеличить штраф для водителя до 3000 рублей, для должностных лиц до 15 и 20 тысяч. Продолжает и гибель людей по глупости. Это самое ценное, что у нас есть в окружающем мире. Это люди наши, живые люди. Поэтому надо довести закон до логического завершения. И мне кажется, вот это предложение как раз требует одобрения. Завершает сессию правительственный час. И сегодня депутаты решили заслушать отчет о капремонте, который впервые проводился по новой схеме, то есть при участии фонда капремонта. Первый блин не вышел комом. У республики одни из лучших показателей в стране и хорошая собираемость взносов – практически 80%. Правительстве надеются сохранить эту планку, несмотря на новогоднее повышение тарифа в 11%. В свою очередь депутаты от лица народа решили узнать, готовы ли власти помочь неимущим снизить плату. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено как раз либо стопроцентное, либо называется половина снижения выплат для этих категорий, которые достигли возраста 80 лет, там 70 и 75. Сейчас вопрос прорабатывается между Минстроем и Минфином республики Хакасия. На данный момент источник не предусмотрен в республиканском бюджете. Как только определимся по параметрам, будем однозначно эту тематику инициировать. Хотя со своей задачей фонд капремонта справляется, есть еще немало сложных проблем и, по мнению депутатов, их решение нельзя откладывать в долгий ящик. Прежде всего это касается поиска денег на замену лифтов. Почти 180 кабин по всей республике отработали свой срок, но по плану в 2016 году замене подлежат всего два. Парламентарии уверены, в этом деле должна участвовать не только республика, но и муниципалитеты. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Свинская история может подмочить репутацию судебных приставов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи животных, изъятых приставами у фермера в Устебаканском районе. Все произошло прошлой зимой. У Федора Степанова из села Заря в счет долга по кредиту было изъято 47 свиней. Силовики должны были передать их на хранение, и по закону, как только мужчина гасит свой долг, он получает свое стадо назад. Федор Степанов рассчитался с банком, однако приставы не спешили возвращать ему арестованное имущество. Мужчина забил тревогу, после чего выяснилось, ничего и никуда приставы не передавали, а в свои акты они внесли ложные сведения о якобы передаче свиней на ответственное хранение. После возбуждения уголовного дела руководство службы начала свою служебную проверку и обещает строго наказать виновных. В эфире «Вести Хакасия. События недели» и мы продолжаем. Через три недели Хакасия совместно с Управлением железной дороги презентует на федеральном уровне проект развития бейского угольного месторождения. На Красноярском экономическом форуме они намерены привлечь внимание российских министров, президента РЖД и председателя правительства России Дмитрия Медведева. Последние детали проекта обсудили в правительстве Хакасии на совместном совещании с железнодорожниками. Хакасия планирует в ближайшие 8 лет выйти на лидирующие позиции по добыче угля в сибирском регионе, разумеется, вслед за Кузбассом. Так, к 2024 году объем добычи планируют увеличить вдвое до 30 миллионов тонн. Причем большая часть угля будет вырабатываться на Бейском каменноугольном месторождении. Там уже действуют три разреза – Восточно-Бейский, Оршановский и Белоярский. Вскоре откроется и Майрыхский. Огромные объемы надо каким-то способом доставлять потребителям, и путь доставки, по мнению властей, только один – железнодорожный. Но для этого надо повышать ее пропускную способность. Об этом шла речь на Совете железнодорожников и республиканских властей. Красноярская железная дорога сделает все возможное, чтобы у этих предприятий не было никаких проблем. Мы будем очень плотно с ними работать и в плане взаимодействия, и в части строительства, развития дополнительной инфраструктуры, и в части организационном плане выстраивания технологий, и помогать развивать транспортную инфраструктуру и логистику. По самым скромным подсчетам, угольщикам понадобится 30 пар грузовых поездов в сутки, а это настоящий круглосуточный конвейер, и все составы должны двигаться строго по расписанию. Проект масштабный, затрагивает интересы двух отраслей – добывающей и транспортной. Его можно назвать стратегическим. На Красноярском форуме выйти с презентации этого проекта на федеральный уровень при президенте РЖД, при двух министрах транспорта и промышленности России. И будем просить, наверное, чтобы присутствовал и премьер-министр. Участники совещания раскрывают пока не все технические детали проекта, считают, что до политического решения на самом высшем уровне лучше обозначить все схематически. Рассматривается наше направление от Бакана до Камышты, это станция Камышта и станция Хоных. Вот эти две станции будут развиваться, потому что они будут примыкать, и нахуде их нет, и развитие двух станций. В первом приближении проект железнодорожных путей выглядит так. На территории Бейского и Алтайского районов уже строится ветка до Оршановского разреза, а действующая линия люминщиков. Между собой будут соединяться железнодорожными путями все три новых разреза – Оршановский, Белоярский и строящийся Майрыхский. Предусмотрен проектом и выход от угольных предприятий на станцию Хоных с мостом через Абакан в районе села Доможакова. На станциях Камышта и Хоных будут развернуты мощные погрузочно-разгрузочные комплексы, а для бесперебойной доставки составов от Абакана до Камышты уложат вторые железнодорожные пути. Проект масштабный, многомиллиардный. Часть средств вложат угольщики, часть – железнодорожники, часть – алюминщики и часть – государство. На форуме в Красноярске, видимо, будет идти речь как об объемах строительства, так и о размерах долей частного государственного партнерства. Виктор Лушников, Антон Новожилов. Весь Тихокассия. События недели. Подсинская птицефабрика, обанкротившаяся в прошлом году, до сих пор без инвесторов. Прошло уже несколько торгов, однако желающих купить комплекс пока нет. Первоначально он был оценен в 600 миллионов рублей. Затем стоимость снизилась почти вдвое. Сегодня птицефабрика выставлена уже за 210 миллионов. И ожидается, что при такой цене больше шансов найти покупателя некогда крупнейшей птицефабрики региона. Пока же из всего имущества комплекса хозяин нашелся только у котельной. Ввиду того, что это единственный источник тепла и горячей воды для Подсинева, объект к себе забрал местный сельсовет. К другим темам. В Хакасском национальном краеведческом музее открылась выставка «Великие сыны далеких аалов». Так музейщики решили отдать дань памяти деятелям, чьи юбилеи будут отмечаться в этом году. Подробности у Виктора Бурова. Пожалуй, самая красочная часть новой экспозиции – портретная вышивка Григория от Книна для России чрезвычайно редкий жанр. На картинах словно оживают Сталин, Ленин, Крупская и другие личности, определившие историю России в прошлом веке. Полотна, выполненные в технологии восточных вышивательниц, малоотличимы от фотопортретов. Вышивать хакасский мастер начал еще с детских лет. Рисовать портреты из шелковых нитей научился в Москве, будучи студентом. Там художник особенно увлекся японским стилем. В этой стране портретная вышивка популярна до сих пор. Есть целые институты, где обучают тонкому во всех смыслах искусству. Когда люди занимаются художественной вышивкой, до полутора тысячи оттенков может присутствовать, даже в небольшой работе. И работа эта достаточно трудоемкая. То есть она выполняется от трех месяцев и до восьми лет. Впервые в одном месте и в одно и то же время выставка посвящена сразу нескольким деятелям науки и искусства хакасии. Это общественный деятель Семен Войнагашев, историк и археолог Яков Санчугашев, писатель Николай Доможаков. Все они прославили свою родину и в 2015 году отметили бы свои юбилеи. Сегодня плоды их творчества – настоящее достояние хакасского народа. Мы решили, что всех их объединяет любовь к родине. Большое, важное, наверное, будет то, что они все несли в массы культуру. Они были просветителями своего народа. На выставке собраны уникальные документы, фотографии, которые многие жители хакасии могли и не видеть. Ведь часть экспонатов привезена из Мартиановского музея Минусинском. Для каждого жителя хакасии это будет очень и очень интересно. То есть оттолкнуться от своих корней и посмотреть на рубеж, чего мы подошли через сто лет. Выставка «Великие сыны далеких аалов» продлится до начала марта. Прикоснуться к самобытному искусству и вспомнить 20 век – еще есть время. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия. В Абаканском центре культуры «Победа» после реконструкции открылся кинозал. Так в республиканской столице стартовал объявленный президентом год кино. Люди советского поколения помнят, что именно «Победа» стала первым в городе кинотеатром. Уже в современной истории он стал центром культуры, где проходят различные фестивали и концерты. И вот спустя долгие годы теперь здесь можно смотреть и кино. Стоит отдать должное организаторам торжественной церемонии открытия. Она получилась стильной и смогла погрузить гостей праздника в атмосферу кинематографа на заре его появления. О событиях в Абакане знают в Союзе кинематографистов России. В адрес руководства ГЦК «Победа» пришло приветственное письмо за подписью председателя Союза Никиты Михалкова. Отреставрированный кинозал рассчитан примерно на 100 зрителей. Причем руководство центра планирует показывать фильмы, которые не увидишь в обычных кинотеатрах. То есть картины закрытых показов и участвующие в кинофестивалях. А сейчас информация для тех, кто начинает готовиться к дачно-огородному сезону. Как можно повысить урожайность своих шести соток? Моей коллеге Наталье Чудиной рассказал гость нашей студии. Сегодня нам магазины предлагают достаточно большой ассортимент удобрений. Но, к сожалению, не всегда эти удобрения полезны. Конечно, все мы знаем, что в основном в состав подобных удобрений входят какие-нибудь химические препараты. И попадая в землю, эти препараты потом впитываются растениями, и мы с вами едим не совсем полезные плоды и овощи. Взять те же самые производные гуматы, да, это производные гуминовых кислот. При производстве гуматов, все мы знаем, применяется какая-либо щелочь. То есть это тоже химические препараты. Не каждый из нас на сегодняшний день хочет, чтобы в организм попадали какие-нибудь химические реагенты. А вашей компании, компанией Биобан, люди уже наслышаны. Конечно. Компания находится, во-первых, на рынке 20 лет. Люди давно применяют наши препараты. И самая основная наша известность как раз таки в том, что мы выпускаем экологически чистые препараты, которые восстанавливают плодородие почвы и не несут никакого вреда для здоровья человека. А чем принципиально отличается ваша продукция от продукции других? Вот как раз таки я хочу сказать, что при производстве наших препаратов не применяется никаких химических реагентов. В состав наших препаратов входит только высококонцентрированная смесь гуминовых кислот, еще сбалансированная по макро- и микроэлементам. Компания выпускает два препарата на сегодняшний день. Флора-С, куда входят именно гуминовые кислоты. И второй препарат, фитопфлора-С, куда помимо гуминовых кислот входит еще бактерия бацилус субтилус. Это пробиотик, это тоже на сегодняшний день важно. И это монобактерия, которая находится в составе нашего препарата. О том, как работают препараты флора-С, что нам дают гуминовые кислоты. Идет раскисление, расчелачивание, рассаливание почв. Все мы знаем, что основная масса растений произрастает у нас на нейтральных почвах. Есть отдельные виды растений, которые любят кислую почву, но их достаточно мало. В основном растения любят pH-нейтральную почву. Также у нас гуминовые кислоты имеют такое свойство, как нейтрализовать все ядохимикаты в почве находящиеся. То есть если сейчас у вас на участке земля уже заражена чем-то, у вас там есть нитраты, все. Гуминовые кислоты нейтрализуют все эти нитраты. Потом тяжелые металлы превращают в недоступную форму для растений. И в чем их уникальность? Минеральные вещества превращают в доступную форму для растений. В земле очень много находится, или в почве, скажем так, очень много минеральных веществ. И по природе. И плюс, сколько мы с вами наносили, желая подкормить растения якобы, но растения успевало усвоить буквально 15-20%. Основные у нас остальные оседали у нас в земле. Что вело к закислению земли и утяжелению. Благодаря тому, что повышается плодородие почвы, отсюда, конечно, следуют у нас и другие моменты. Идет улучшение структуры почвы, идет повышение воздухообмена. За счет этого и у нас получается, что урожайность повышается на 20-40%. Очень хорошо повышаются вкусовые качества. Кстати, люди, которые приобретают наше удобрение, они в основном реагируют на то, что это экологически чистые будут плоды и овощи, и плюс повышаются вкусовые качества. Каким образом это происходит? Когда я сказала, что минеральные вещества могут превращаться в доступную форму для растений, растение само решает, когда, сколько и чего ему взять. Конечно, идет правильное формирование и накопление ферментов и сахаров, и наши плоды и овощи с вами приобретают именно тот вкус, который по природе им присущ. Но я сейчас говорю только о плодах и овощах. Но на презентациях люди очень часто спрашивают, а для цветов, для комнатных растений, для всего применимы наше удобрение? Любое растение хочет произрастать в плодороденной почве. И для газонов. Ландшафтники очень хорошо отзываются наше удобрение. Цветоводы, потому что идет выгонка цветов, возможно, такое. Идет морозная зимостойкость, повышается растений. Очень много качеств. Второй препарат – фитопфлора-С. В него, как я сказала, введена бактерия бацилус субтилус. Это пробиотик. И наращивая полезную микрофлору, он подавляет гнилостную. И благодаря этому у нас идет борьба с заболеваниями практически со всеми. Достали наименования, такие как фамос, фитофтороз, черная ножка, ложномочные стероза и прочие. С патогенно-гнилостными. Вот. Я еще раз хочу заметить, что с заболеваниями, а не с вредителями. Потому что люди очень часто путают. Говорят, что тля как была, так и осталась. Да, к сожалению, с вредителями мы на сегодняшний день не боремся. Вам придется бороться какими-нибудь другими препаратами, теми же химическими. Но, так как у нас флора-С нейтрализует все ядохимикаты, вы, например, обработав каким-нибудь химическим препаратом те деревья или кустарники, которые у вас заражены какими-нибудь вредителями, через сутки, максимум через двое, обрабатывая эти препараты флора-С методом опрыскивания, у вас остаются экологически чистые плоды и овощи. На сегодняшний день в компании выпущена брошюра «Защита растений без химии», где описаны народные методы, как можно обороться с той же тлей. То есть удобрения, которые вы предлагаете, они не просто улучшают урожай, но и не наносят вреда почве? Не только не наносят вреда, они ее улучшают, они ее на сегодняшний день от всей химии спасают. Потому что сегодня люди говорят, мы никаких химических препаратов на своем участке не применяем. Для нас ни для кого не секрет, что сейчас это все идет отовсюду. И с неба, и с дождями, и даже с поливом у нас, потому что и в водоем у нас сейчас спускается неизвестно что. Поэтому все попадает все равно на наши участки. Вот единственное, что я хочу рассказать, что препараты выпускаются в сухом виде, но применять нам с вами их придется в разведенном. У нас есть определенная технология, то есть сначала готовится концентрат, а потом рабочие растворы. То есть у нас есть определенная технология применения препаратов. Вот об этом я расскажу на презентации, которая у нас пройдет в городе Саиногорске 5 февраля в Краеведческом музее с 12 до 14 часов и 6 и 7 февраля в городе Абакан с 10 до 13 часов по адресу Ленина 69. Ну а нужно ли совместно с вашими удобрениями применять еще какие-то подкормки? Мы не рекомендуем продолжать применять ни навоз, ни компост, ни тем более минеральные удобрения. Потому что, как я сказала, минеральных удобрений у нас и так в почве достаточно, гуминовые кислоты принесут им растениям сами. Навоз мы с вами применяли по той же причине, что в нем находятся гуминовые кислоты, но их там всего 0,003 грамма на литр. В наших препаратах 10-12. То есть слышите разницу? То есть один наш пакет заменит вам где-то 2-3 машины навоза. А тем более мы не знаем, какого качества на сегодняшний день навоз. Вместе с навозом мы с вами можем принести и антибиотики, и гельминтов, это мы все знаем, да? Полезен ли нам на сегодняшний день навоз? Подумайте сами. А компост тоже. У кого он на сегодняшний день хорошего качества, такого, какого он должен быть? Да, как мульчу перегной можете вы использовать. Смешивать его с землей мы не рекомендуем. И к тому же я еще хотела сказать, что применяя наши препараты, так как у нас идет восстановление плодородия почвы и борьба со всеми заболеваниями, исключается такое понятие, как севооборот. Потому что у нас живая земля. В теплицах точно так же. Тепличные хозяйства очень хорошо благодарны нашим препаратам, потому что им не придется из 3-4 года вывозить землю, завозить новую. У нас и там остается живая, здоровая земля, где произрастают хорошие растения и хорошо благодарно нам плодоносят. Сейчас, в это время, чем можно заняться огороднику? Вроде бы глубокая зима. Вот, я и хочу сказать, это только так кажется, что вот еще только вроде как бы февраль месяц, и нам еще нечего делать до осени. Нет, ведь нам надо с вами подготовить землю для рассады. Нам надо сначала, изначально вырастить хорошую рассаду, для того, чтобы потом хорошо получить хороший результат на участке. Рассада начинает готовиться за 28 дней до высадки семян. То есть, если вы где-то 20 февраля или там 28 февраля начинаете высаживать рассаду, надо уже начать готовить ее сейчас. О том, как ее готовить правильно, я тоже расскажу на презентации. Точно так же вам надо будет обработать семена в препаратах, потому что препарат фитопфлора-С у нас имеет такое свойство, он борется с инфицированными семенами на клеточном уровне. Да, то есть, когда вы замачиваете семена в наших препаратах, у вас инфицированные семена уже не прорастают, ну, то есть больные, да, отсюда у вас вырастает уже живая хорошая рассада. И так как у нас вот очень часто люди думают, что рассада перерастает из-за того, что не хватает солнечных лучей. Это неправда, не хватает на самом деле питательных веществ. И рассада тянется, любое наше растение имеет такое свойство, как поглощать питательные вещества, так же и из воздуха. Почему мы применяем с вами не только корневые, но и некорневые обработки, подкормки, скажем так, да, потому что через листво растение тоже впитывает. И вот когда питательных веществ не хватает, растение тянется. Обрабатывая препаратами, у вас и питания достаточно. Очень хорошо увеличивается, произрастает корневая система, она мощная получается, в одно из семь раз мощнее, чем когда вы выращивали в указанной рассаде. И плюс питания хватает, у вас будет хорошая рассада. Ваши выставки проходят достаточно часто. Вы получаете какие-то отзывы от огородников и садоводов? Конечно, мы получаем отзывы. Я очень часто приглашаю людей, которые уже применяют наши препараты. Не просто, чтобы они нам рассказали, а чтобы они рассказали тем людям, которые впервые пришли на нашу выставку. Потому что результат хороший практически у всех людей, которые правильно применяют наши препараты. Единственное, что, например, у нас рассказывается, что у нас экономические препараты выгодные, да? У нас идёт 3 пакета флоры и 3 пакета фитопа на 1 сотку земли на весь период вегетации. Что такое весь период вегетации? Это от начала того, что мы готовим землю под рассаду и до закладки плодов и овощей на длительное хранение. Фитоп флора-С мы также обрабатываем плоды и овощи на длительное хранение для того, чтобы обеспечить им хорошую лёжкость, чтобы они не гнили у нас. Так вот, в основном люди приходят, рассказывают, ещё раз хочу сказать, как хорошо пышно цветы у них начали цвести. Некоторые говорят, что даже они никогда не цвели, но вдруг они стали цвести. То, что хорошо повышаются вкусовые качества. Людей это очень радует. И на сегодняшний день ни для кого не секрет, что открыт рынок. Очень важно это, например, для фермеров. Урожайность повышается на 20-40%, на некоторых культурах даже до 60%. Где можно приобрести вашу замечательную продукцию? Я ещё раз повторю, что у нас презентация пройдёт в городе Саиногорске 5 февраля с 12 до 14 часов в Краеведческом музее и 6 и 7 февраля с 10 до 13 часов в ДК «Победа» по адресу Ленина 69. На этом наш выпуск завершён. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»